Здравствуйте! Вы смотрите программу 7 минут. Сегодняшняя наша тема будет посвящена насилию в семье и раскрыть нам ее поможет Ольга Дорджина, психолог практикующего центра ИРГУ имени Есенина. Здравствуйте! Здравствуйте! Ольга, вот первый вопрос к вам сразу будет. Расскажите, пожалуйста, о разновидностях психологического или физического насилия поподробнее. Вы, собственно, сами уже сказали, основные разновидности насилия в семье – это насилие физическое и насилие психологическое. Есть ситуации, когда они сочетаются. Есть ситуации, когда они разделяются в основном в сторону того, что физическое насилие в семье запрещено, но пышным цветом расцветает психологическое насилие. В чем разница? Ну, наверное, что такое физическое насилие, всем понятно. То есть это причинение боли, физические наказания, то есть физические действия. Психологическое насилие заключается в том, что родители или какие-то члены семьи, первые, самые, наверное, распространенные и наименее замечаемые, запрещают чувствовать какие-либо чувства в семье. То есть есть чувства, которые семья принимает, например, любить и заботиться друг о друге мы можем, а злиться мы не можем. А поскольку злость – это естественное чувство, которое всегда присутствует, особенно в близких отношениях, да, то тогда тот, кто подавляет в себе, проецирует его вовне, говорит, это ты меня злишь, да, и запрещает злиться. А вот это одна разновидность. Вторая разновидность психологического насилия, когда идет манипуляция, когда за счет вызывания у другого члена семьи непереносимых для него чувств его заставляют таким образом что-либо сделать или что-либо не сделать. Насилие относительно женщины в семье. Все-таки это распущенность мужчины, мужа, или же бьет, значит, любит. В этом есть какой-то смысл практически. Начну, наверное, с того, что это не распущенность мужчины, а в основном это слабость мужчины. То есть только очень слабый и очень неуверенный в себе человек вынужден проявлять себя, что-то, какую-то свою территорию отстаивать и показывать, что он есть в семье при помощи насилия. То есть если человек сильный, ему это не надо. Это и так есть. То есть это очень большая слабость, неуверенность мужчины и очень большой страх перед тем, что происходит. И это основа. На самом деле есть некоторый элемент верности, я тут очень опасаюсь это сказать, что вот бьет, значит, любит. Что за этим стоит? Как правило, люди, которые транслируют ситуацию физического или психологического насилия, они ее принесли из собственного детства от своих родителей. И, соответственно, очень часто бывают ситуации, что ребенку для того, чтобы в такой семье выжить, ему нужно притушить свою чувствительность. То есть у таких людей уменьшенная эмоциональная и физическая чувствительность. И тогда в своей семье может быть такой вариант, что просто, ну, если я тебя просто обниму, да, у тебя такая пониженная чувствительность, что ты даже не почувствуешь, что я тебя обнял. А если я тебя сожму крепко-крепко, а еще дам тебе по физиологу, вот тут-то ты почувствуешь, что я к тебе прикасаюсь, да, ты для меня что-то значишь. Хотя на самом деле это, конечно, никакая не любовь, это бессилие. И даже не меры воспитания, можно сказать. Никогда не меры воспитания. Потому что есть такой способ воспитания через страх. То есть я не буду что-то делать, потому что я боюсь боли после этого, особенно физической. И это, конечно же, может быть регулятором, но это не самый замечательный регулятор, потому что он внешний. Как у родителя, как у взрослого человека может подняться рука на свое чадо? Что из этого впоследствии вытекает? Ну, как может подняться, я уже немножко сказала, да, то есть какой-то был собственный опыт, страх перед тем, что происходит, ощущение, что я больше ничего не могу сделать. Да, и вот от ощущения собственного бессилия сделать что-либо другое, у родителей может подняться рука. Это один вариант. А второй вариант достаточно близкий к этому, но когда на семью проецируется что-то внешнее. У родителей какая-то тяжелая ситуация вовне, на работе, да, у него много остается нереализованной и невозможностью, разрядки какой-то своей неудовлетворенностью той жизнью, вне семьи. И этот человек сам не признается себе в своих чувствах, а познает просто как вот, там, я устал, мне плохо, все надоело, да, не ощущает, что в нем очень много злости кипит по этому поводу. Он приходит в семью, а дети, как самые чувствительные к состоянию своих родителей, люди, они немедленно ловят это состояние, и поскольку ребенок очень любит родителей, он неосознанно, естественно, начинает помогать родителю разрядить это чувство. То есть уставший злой папа возвращается домой, садится мрачно перед телевизором, ребенок это чувствует, и он неосознанно, не специально, но он что-то сделает, он вот разобьет любимую папину чашку. И тем самым он помогает, то есть вот теперь у папы есть повод для того, чтобы хотя бы часть злости своей выразить, и он начинает ее изливать на ребенка. То есть вот такие вот вещи происходят очень часто. Как правило, вот тот, кто помогает другим проявить свои чувства, помогает в кавычках, естественно, да, потому что это очень тяжелый способ. Это, как правило, самый слабый член семьи. Это чаще всего либо дети, либо пожилые люди. Мы наверняка, многие из нас сталкивались с такой ситуацией, что за стеной плачет, просит помощи ребенок. Наверное, равнодушие – это тоже соучастие. Куда звонить, куда обращаться? Может быть, не конкретные какие-то инстанции? Но что-то же нужно делать с этим? Это же вокруг нас происходит. На самом деле, это частая ситуация, и эта ситуация тяжелая, потому что у нас в стране плохо разработаны механизмы помощи в такой ситуации. И поэтому конкретно сказать адрес, куда звонить, особенно если это не в собственной семье, а за стенкой их практически нет. То есть это, возможно, может быть органы опеки, это может быть какие-то центры, но если опека еще каким-то образом может среагировать, то центры по реабилитации защиты от насилия, они не будут работать с соседями. Им нужно обращение и с самой семьей. А проблема как раз семьи, которая цементируется физическим или психологическим насилием, как раз в том, что там очень жесткая граница вокруг семьи, и семья не обращается за внешней помощью, как правило. И это очень большая проблема. Как все-таки разорвать цепи домашнего насилия? Ну, самый главный способ – это заняться не соседями, а самим собой. Потому что вне зависимости от того, что делали с вами в детстве, этого изменить не можете. А вот перестать делать то же самое с собой и с вашими близкими вы можете. И обратите внимание просто, если вам хочется накричать, если вас что-то очень сильно раздражает, то в какой форме можно это преподнести своим близким для того, чтобы не разрушить их и не разрушить себя? Насилие всегда разрушает двоих того, на кого оно направлено, и того, кто является источником. Тема обширная, она, к сожалению, очень актуальна всегда, во все времена. Очень хотелось бы пожелать телезрителям всегда оставаться людьми во всех ситуациях. Сегодняшняя наша тема была посвящена насилию в семье. Мы беседовали с практикующим психологом Ольгой Дорджиной. Спасибо вам большое за интересную беседу. Вам, зрители, всего хорошего. Скоро с вами увидимся. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok